Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что пришли сегодня. Меня зовут Илья, и я биолог. И у нас сегодня научная лекция. Во время научной лекции я прошу всех сидеть очень тихо, и если у вас возникают идеи или вопросы, запоминать их и обязательно задать их сразу после лекции. Лекция будет не очень длинная, я уверен, что вы сможете досидеть до конца. Хорошо, начинаем, наконец. Итак, весь прошлый год вы ходили в школу. Год заканчивается, заканчивается 2017 год. Вы просыпались утром, чистили зубы, завтракали и отправлялись на уроки. И там вам рассказывали разные интересные вещи. Что-то, что ученые открыли, может быть, тысячу лет назад, может быть, 500 лет назад, 100 лет назад. Какие-то ученые открыли вещи, которых мы не знали. Я думаю, в школе вам говорили, что Земля круглая, но еще 500 лет назад мало кто это понимал. Или, может быть, никто не понимал. В какой-то момент люди это поняли, они сделали открытие. Но эти вещи открыли давно. Сегодня у нас особенная лекция. Я буду рассказывать вам вот о чем. Весь этот год во всем мире ученые вставали, завтракали, чистили зубы, шли на работу и занимались своими делами. Пока вы учились, они смотрели в микроскопы, они смотрели в бинокли. Кто-то из них отправлялся в музей и внимательно смотрел на кости в ящиках. Кто-то из них запускал дроны в небо и смотрел, что видно в эти дроны. Они жили своей жизнью. Это точно такие же люди, как мы с вами. Такие же люди, как ваши родители. И все это время ученые просто ходили на работу, как мы с вами. Но в жизни некоторых из них в этом году наступил особенный день. Это день, который они запомнили на всю жизнь. Это был день, когда они посмотрели в свой микроскоп, посмотрели на экран компьютера, выдвинули ящик с костями в музей, посмотрели на экран дроны и схватили за голову. Они поняли, что они сделали открытие. Это самый важный день в их жизни, может быть. Они срочно кинулись звонить своим знакомым, посылать им электронные письма. И об этом узнал весь мир. И я хочу вам рассказать о нескольких таких открытиях. О нескольких вещах, которые выяснили ученые в этом году. Не сто лет назад, не тысячу лет назад. Потому что это происходит прямо сегодня. И многие из этих открытий повлияют на вашу жизнь. И на нашу жизнь. Как мы будем жить в следующие 10 лет, в следующие 20 лет. Что будет с вами в старости, что будет с вашими внуками. На это влияет наука. И я расскажу вам о вещах, которые влияют на нашу жизнь уже прямо сейчас. И вот с чего я хочу начать. Вот если бы тысячу лет назад вот тем ученым, которые, не знаю, изучали число ноль. Оно появилось когда-то довольно давно. Его когда-то не было. Его придумали число ноль. Если спросить у тех ученых. Как вы думаете, что самое потрясающее сделают через тысячу лет? Какое сделают открытие? Они бы задумались. Они бы взялись за голову и подумали, что есть самого фантастического. Что есть невероятного. Чего нет на свете? Они бы задумались. Они бы сказали, ну чего нет на свете? На свете нет химер. Это были существа, которых они много раздумывали. Такие существа, у которых, например, голова рыбы и лапы птицы. Или голова собаки и перья. Они бы подумали о химерах. Скажите со мной, химеры. Существа, которые сделаны из нескольких существ. Они бы сказали, ну вот этого точно никто не сделает. Ученые сегодня создают химер. И для них это обычное дело. Правда, может быть, не совсем таких, как вы видите на картинке. Но тем не менее, это химеры, которые сделаны из нескольких живых существ. И в этом году сделали очень интересных химер. Из крыс и мышей. Крыс и мышей. Такое сочетание. Сложное животное. Из свиней и людей. Из свиней человека. Зачем они это сделали? Ну, представьте, как было бы здорово. Мы выращиваем очень много свиней. Мы производим из них еду. Но что если мы создадим свиней, из которых будут расти, например, новые головы. И все эти головы будут мои. И когда моя голова начнет плохо работать, и может быть, очень скоро уже, я скажу, где там мои свиньи. Вот эта третья голова у вас получилась лучше всего. Давайте мне ее сюда. Я хочу такую голову. И у меня будет новая голова. А потом следующее и следующее. Ну, на самом деле, голову мы еще не умеем пересаживать. Нет такой операции по пересадке головы. Но, может быть, вы слышали, что делают операции по пересадке разных внутренних органов. Например, почек. Каждый год в России двум тысячам людей пересаживают новую почку. Ее берут, ну, у кого-нибудь, кто, может быть, разбился на мотоцикле. Берут новую почку и пересаживают тем, у кого уже не работает почка. Она уже плохо работает, ему нужна новая почка. Что если мы научимся, вот, например, в свиньях. Я не случайно говорю про свиней. Это очень странные существа, которые неожиданно очень похожи на нас. У них, похоже, устроен иммунитет. Скажите вместе со мной. Иммунитет. Это такая внутренняя полиция в организме. Представьте. С дубинками, пистолетами, наручниками, которые ищут бандитов внутри организма. Ищут микробов. Например, если в свинье заведется какой-нибудь орган человека. Например, если я захочу в свинье выращивать почки человеку. Мои почки, мои собственные новые почки. То иммунитет может их найти и сказать, кто это такие, что они тут делают. Вам пора на выход вон отсюда. И начать сражаться с ними. Но у свиней так странно устроен иммунитет, что он очень похож на человека. И людям даже уже сейчас пересаживают некоторые кусочки тела свиней. Потом у нас будут ответы на вопросы. И вы можете меня спросить, какие я расскажу. Пока что вернемся к нашим химерам. К этой идее химер. Как ученые создали в этом году химер. Тут я должен вам напомнить одну вещь. Или, может быть, вы ее еще не знаете. Но жизнь каждого, кто сидит в этом зале, начиналась с одной круглой клетки. Маленькая круглая клетка. Она называется зигота. Скажите вместе со мной. Зигота. Зигот. Что умеют делать клетки в нашем организме? Они умеют делиться. И одна клетка, с которой началась ваша жизнь, каждого из вас, потом поделилась. И их стало две. Потом их стало сколько? Четыре. Четыре. Потом, когда они все поделились, сколько их стало? Восемь. Восемь. Шестнадцать. Тридцать две и так далее. Они делились и делились. Рос этот комок клеток. И этот комок клеток называется эмбрион. Скажите со мной. Эмбрион. И он начал расти и расти в виде такого комка. Эмбрион. Такой комок клеток. Каждый из вас начал свою жизнь вот с такого комка клеток. Это эмбрион на стадии нескольких часов. И они ни на кого не похожи. Они ни на кого не похожи. И посмотрите вокруг, здесь сидят очень разные люди. Вы все разные. Почему вы все разные? Хотя мы все были похожи на такой комок клеток. Более того, из такого же комка клеток может запросто вырасти мышь или крыса, или свинья. Почему из некоторых таких вот эмбрионов вырастают люди? И опять же, люди такие разные, как те, кто сейчас сидит в зале. Разные люди. Почему из одного комка вырос, например, ты, а из другого я? Или вы, а из другого вы? Почему они такие разные? Почему из некоторых вырастают крысы, а из некоторых вырастают мыши? Почему так получается? Дело в том, что в самой первой клетке, с которой мы с вами начали, напомню, она называется зигота, были особые файлы, информация, научно они называются гены. Там были гены, там были файлы, которые рассказывают, как из одной клетки вырастить целого тебя. Другая, очень похожая круглая клетка, и под микроскопом мы бы ее не отличили, содержала гены, файлы, которые рассказывали, как вырастить тебя. Это были очень похожие клетки, но файлы в них были разные, это понятно? Гены в них были разные, все это поняли? И точно так же, если взять еще другую круглую клетку из организма мыши, она будет очень похожа, но в ней есть гены, которые рассказывают, как вырастить мышь. Это ясно? И вот что сделали ученые. Они взяли, и у них появились такие точные-точные инструменты, они взяли эмбрион свиньи, состоящий из круглых клеток. И взяли точно такие же круглые клетки человека, и с ними немножко поколдовали. Они вскрыли информацию в них, и добавили туда еще файлы, еще от третьего животного. В море плавают медузы, у которых есть светящиеся зеленые фонарики, которые хорошо видно. И они где? Ну, в далеких морях. Эти фонарики имеют научное название, сейчас, может быть, не будем его упоминать, но важно, что они вставили в человеческие клетки файлы, гены зеленых светящихся фонариков. Запомните, это важно. Таким образом, все эти человеческие клетки светились. И они при помощи такой трубочки, видите, это человеческие клетки, перемешали их, как следует их перемешали, побултыхали, и они стали в перемешку расти вместе с клетками свиньи. После чего они подсадили эти комки в живот к свинье, к маме свинье. И там начал расти вот такой свиной эмбриончик. Продолжение следует...